так мы в прямом эфире я в темноте почему-то оказался но потом поправим добрый вечер дорогие друзья ты не хочешь сказать добрый вечер не добрый я сказал у нас больше не будет в нашей истории добрых вечеров для все же это может поменяться нет в нашей жизни это не успеет поменяться чудеса случаются не так часто перестройки августовские революции ельцин звезды не так часто сходятся знаешь парад планет есть законы астрономии это не повторяется очень много вопросов по поводу вот этих митингов путингов которые сейчас приходят большом количестве правда они часто я вот слежу по вестям 24 мне очень нравится я для меня это просто лучшая программа когда выступает какой-то из четы мужчины говорит что в киеве пришли к власти фашисты которые начали истреблять русское население в украине и выгонять мест проживания вот мы здесь собрались ну и так дальше мы прямо попадаем на маленькие трагедии пушкина помнишь моцарт шоу по улице и притащил какого-то бродячего скрипача который за деньги пытался играть что-то из моцарта и конечно играл жуткими ошибками моцарту было страшно смешно а кто на это сказал сальвели уж позволь мне сыграть роль сальвели хотя никого не собираюсь отравить что мне не смешно когда маляр презренный мне пачкает мадонну рафаэля мне не смешно когда пачку на презренной пародии бесчистит алигей это не смешно это будет очень смешно по крайней мере тем кто будет непосредственным блюдом на пиржественном путинском столе будет не смешно потому что сегодня произошло из ряда вам выходящее событие военный госпиталь украинский ворвались бесчинствующие молодчики якобы самообороны с оружием 20 человек мне это сильно напомнило 1917 год когда пьяная матрасня в больнице убивала кадетов и вот главного врача после долгих переговоров этого госпиталя еле-еле пустили на рабочее место а там было 20 тяжело больных военнослужащих один был при анимации то есть мы сразу дошли один махом до ленинского уровня кто нас красный крест не уважал кто истреблял раненых военнопленных манаников может быть и ошибся алексей когда в новосибирске его ловили с лозунгом путин лучи гитлера может быть он слишком был оптимистичный давай эту тему закончим вот по поводу такого массового сумасшествия вот каковы причины и каковы последствия это же ведь очень серьезный процесс значит оболванивание огромных масс людей причем там какие-то люди ну с нормальными лицами в общем не уроды не бомжи какой-то бывший военный отставник который кричит дайте мне оружие я пойду наступать на киев мы всех фашистов уничтожим феномен он имеет очень интересное описание это воздействие вот этой мощное воздействие пропаганды внутренней очень примитивный ложный но очень интенсивно очень сильно то есть вот неспособность людей как-то критически относиться к той форме сердца правды кто информации которые им дают да нет ну проще все вот оно приводит к страшным явлениям то есть ну им действительно дать оружие как это приходит происходит в восточных областях там очень много провокаторов автобусами завозили из россии там сегодня кстати лимонов выступал на путинги оппозиционер лимонов выступает на путинги значит вместе с беркутовцами которые бежали то есть провокатор вместе с убийцами радостно приветствует требует там какой-то жестокости вот это явление он не был оппозиционером ни на секунду просто он совпал по фазе с недовольными путиным но если посмотреть его бэкграунд прости чего начинал с автоматом позировал в югославии по завершим реформы так сталин берегула на это это он то есть она врагом он точности совпал вот с этой советской тенденции он всегда снисов мы все как один мы все советский народ вы вместе последствия они же ведь страшные я уже написал вот сожалению там не только провока следующую следующую статью ну легко одурманить людей большие массы людей но потом происходит тяжелая ломка во первых а потом отрезвление страшно то есть люди или не происходит не может не происходить реальность так сказать можно не верить в то что земля круглая вот но исходя из опыта человеческого каждый вдруг не все исходят из опыта ты забыл что было в девяносто первом после августа практически сразу в девяносто втором когда недобитые империалисты сразу зашевелились возбудились и стали поговаривать о том а не забрать ли наш крыль раз все равно украина ушла и борис николаевич ельцин тогда сказал что если украина плохо будет себя вести после какой-то стадии разногласий то ли по газу то ли еще по каким-то вопросам мы у нее крым заберем после чего ушел его пресс-секретарь павел ващанов они не нуждались у павла ващанова что-то с головой потом произошло да но в тот момент головой что-то произошло или не произошло что вложили в эту советскую голову то в ней было бориса николаевича ельцина здесь не нужна была пропаганда они тогда ни в чем не раскаялись очень много противоречий очень много вот лозунги этих путингов митингов они же ведь защитим русских чуть ли не умрем за эту защиту и любим украину то есть уничтожим украину уничтожим ясно что речь идет о приближающейся войне уничтожим украинцев и любим украинцев да мы защитим украину и не только русских и так но он защитим украину в случае самой себя они совершенно уверены путин фанатик безумный фанатик он совершенно уверен что он точно знает как лучше он собирается защищать а действительно крымских татар русских татар уже сделали заявление что не будут участвовать в фальшивом этом референдуме он собирается их всех защитить от свободы от западного влияния от ухода он считает что им хорошо было в советском союзе но это несчастье разбавка союза намерен исцелить кто чем кто слюной кто танками кто сс-300 кто иглой но ясно же что его никто не поддерживает но вот это опьянение наркотическое опьянение пропаганды происходит но ближайшее окружение насколько я знаю там мягко намекает господи назарбаев лукашенко однозначно таскать не поддержали этого напомни мне пожалуйста а гитлера кто особенно поддерживал кроме стран оси кроме и талии и японии все помидали япония ну хотя бы здесь никого он один бывает и такое например когда человек заявляет что он наполеон кто его поддерживает даже врачи в клинике то не поддерживают он что производит опросы общественного мнения ты не смотришь сайт эхо там очень смешные карикатуры бильжо по поводу значит там маленькой психиатрической больнице да толпа сумасшедших и которые говорят врачу что у нас же большинство вы с этим-то спорить не можете большинство а вот один доктор и вторая карикатура они сообщают врачу там тоже стоит толпа наши голоса разделились следующий бог это помешательством массовая она уже здесь происходило бы происходило в германии 30 и 40 вы его происходило в италии с дучи она происходило у нас начиная семнадцатого года сначала по поводу ленина потом по поводу сталина и с трудом закончилась где-то к пятьдесят шестому году это повторение я не сказала бы что градус любви к путину такой же но клики это я уже на компьютер перешла которые слышатся в харькове там в луганске где от этой составляющей нет поверьте я нет но она есть она всегда есть без нее не может быть замечательный лидер путин но это очень слабая составляющая не знаю почему она очень слабая я когда последний раз в испанию ездил это было довольно давно пути уже был не испанский таксист на ломаном французском языке доказывал что путин замечательный лидер что им бы такого и что мне напрасно не будет это обычная вежливость легче я но никакой вежливости не было это вот я в своей статье в своем посте 1 и об этом написал ну огромные ресурсы вкладываются в пропаганду вкладывались все десять лет так журналисты покупаются основных мировых изданий люди же выходят на улицу ездят за границу иногда видят как те которые требуют чтобы вологодскую области в тверскую войска ввели потому что там русские страдают видят свои разбитые дороги видят свои нищенские пенсии видят свои закрытые больницы видят отсутствие лекарств при этом путин собирается миллиард потратить на крымских бандитов на аксёновой компании миллиардом не обойдешься там речь идет о десятках миллиардов это все очень дорого крым не может существовать без украины без экономически именно поэтому последние несколько дней говорят что там как какая-то информация уже появилась планах путина о том что его задача вот весь юго-восток крым и от приднестровье весь восток захватить и на этих позициях начать перекал переговоры с украиной то есть понятно что это уже не получится ну я надеюсь на это потому что абсолютно непредсказуем это может получиться если у нас будут разговоры на такую тему исходить в европе а если несчастный памятник будет и дальше говорить что мы ни одной пяти украинской земли не отдадим но мы будем противиться политическими и дипломатическими методами это неплохо во время наглой ничем не прикрытой агрессии во время оккупации во время войны противиться дипломатическими методами дипломатия она рассчитана на тех кто в силе кто может тебя скрутить барани рук тогда ведут переговоры а с теми кто обессилен переговоров не ведут нет лярочка здесь я с тобой не соглашусь и я тоже писал об этом важно же ведь не просто физически отвести эти войска важно чтобы было какое-то соглашение значит никого не устроит если там войска отойдут но напряженность на западных границах украины и на восточных границах россии будет продолжаться десятилетия она не это продолжаться пока не изменится россия пока не уйдет путин температуру больного пользуюсь опять этими реминесценцией легко понизить 40 градусов до 36 очень легко поместить его в холодную воду так и лечили между прочим и сейчас даже эта методика используется здесь не подействует нет подействует температура у больного снижается но организм перестает защищаться от инфекции все тоже самое физически это решаемая задача отодвинуть войска но значительно полезнее и эффективнее провести может быть более длительную операцию которая займет больше времени так сказать которая будет стоить конечно же дороже но но то есть досидеть вот эти мировой войны как уже однажды до проводились ярочка третья мировая война скажем так вероятнее если решаться эта твоя проблема будет быстро нет а если она будет решаться быстро можно будет поубавить было как по убавили в грузии все зависит от степени сейчас кто убавил в грузии сегодня четверть территории там 20 процентов территории грузии оккупирован а было бы что не знаю что было бы я и видел это место вместе со мной не знаю и обсуждать даже не хочу что было бы если бы это было очень я говорю о том что есть ты в некоторой степени политик и ты должна рассуждать о том километров оставалась или этого метра и уже это сказал они прошли это уже сказала ты мог повторяющего пять раз как саша шаталов какие-то аргументы привожу фотографии погром еще 10 штук я я ему рассказываю что бандерова в это время волынской жизни сидел в концлагере а он еще 10 фотографий ну что за аргументация лярочка рассуждать политик должен о том что есть а попытка ты совершенно видимо права в этом попытка решить силовым методом эту проблему в грузии привела к тому что проблема не решена 20 процентов абхазия южная осетия не решена и договор или соглашение медведева саркази там не выполнялась а сегодня пытаются доктора политики решить эту проблему основательно не решая прежние проблему последовательно может быть решится решаться следующие проблемы либо сама сами собой либо в процессе а как нет лера пожалуйста шаги когда когда мы сейчас решаем какую-то проблему давая не говори не надо сразу давай давай да все увязанные китай увязанные острова увязан но мы сейчас говорим об этой проблеме о том как ее решать ты ястреб ты говоришь я реалист в отличие от тебя ты ястреб я реалист разорвать дипломатические отношения у нас остается очень мало времени в воскресенье референдум что дает референдум который никто не признает который проходит без представителей обсе которых не пустили просто через он дает он дает то что вспесившийся принтер вместе с сексом они в понедельник прошлом период это решение путин его подпишет а дальше дальше начнется наращивание военной группировки в крыму и когда там будет достаточно сил они пойдут на север хорошо и в параллельно с этим процессом включился же и другой процесс начинается политическая и экономическая изоляция россии сейчас это символические три этапа они описаны сейчас это символические шаги не пустили какие-то группы сделаны очень серьезные дипломатические заявления будет следующий этап болезнь вылечить простым способом нельзя это желательно это красиво так сказать было бы но вылечить ее простым военным способом нельзя весь этот империализм вот он там через телевизор и льется на всех граждан значит если не вылечить эту болезнь сейчас значит будут другие эксцессии из германских радиоприемников пока не наступили весьма неприятные последствия для немецкого народа чтобы пока не наступили чтобы ничего не менялось если бы была жесткая реакция разрыв кстати она и была жесткая реакция разрыв дипломатических отношений объявления войны по существу великобритания после захвата польши объявила состояние войны и что я снова дали продержалась это время пока соединенные штаты не вступили в войну и тогда начались уже операции в африке гитлерский рейх был отрезан от источников энергии германию разбили на морях они очень поэтапно очень грамотно вытесняли ее отовсюду откуда только можно будет это время не не так долго сорок сорок сорокового года соединенные штаты вступили в войну сентября 39 началась вторая мировая война до сорок третьего по сути дела до сорок пятого подлодки топили в сорок пятом году американцы американцы но это еще 6 лет лет которые длилось извлечения по твоим рецептам чехословакии пока не сдох советский союз пока не кончилась еда пока не кончились ресурсы и тогда когда уже у них совсем не осталось сил началась бархатная революция 20 лет лечка что такое 20 лет конечно для каждого человека для его жизни это существенно но общая тенденция развития человечества она определена изменить ее нельзя тем или иным способом внутренними процессами внутренними процессами советский союз никто не победил просто рухнул в какой-то момент до рассыпался то же самое сейчас начинает происходить это кстати говоря один процесс то же самое начинает происходить с имперской россии которая адаптировала все советские реалии принципы все то же самое я могу тебе точно сказать что что тем кто стоял на майдане и тем кто сейчас готовится к агрессии в крыму не понравится то что ты говоришь что что такое в жизни и что такое их поколение по сравнению с вечностью я восхищаюсь выдержкой правительства вот нового украины слишком много выдержки для того чтобы не придать путину новой уверенности в том что сопротивляться никто не будет меня сейчас вот там 15 минут назад в интернете я увидел сообщение бориса немцова рекомендации что больше соединенных штатов великобритании на то что делать и что они предатели они там ошибаются ну да я очень рада заборю это большой транска из или ярославль это видится вот так советы как-то из ярославля депутат ярославской думы ну вот это коммунитарная помощь ярославль борис немцов федеральный политик бывший губернатор левочка там лидер парламентской фракции огромное количество огромное количество экспертов которые все просчитывают да никто не хочет военных действий но решать эту проблему хотят все весь мир оценка путина однозначно она может так сказать на российском телевидении на любом канале звучать как угодно оценка однозначно это агрессия это преступление если там начнут это преступление надо карать если там начнут гибнуть люди тут уж никаких сомнений что речь пойдет о трибунале трибунале и так для ближайшего окружения спать это надо сначала до кремля дайте а путь довольно не близкий лерочка прошу раз рассыпалась в один где-то в три дня и в этот раз рассыпаться средства кончились я жива и в кремле были не те люди в кремле путина не было у нас не было наследника нет прости горбачев не был наследником гитлера не стали на председатель кгб который ежедневно или через день выступал по телевидению рассказывал про этих варюк кооператоров или как тогда он говорил тени веков вот говорил что с этим надо бороться ну ну и что ну как покруче путина был и телевидение было тоже покруче и значительно мощнее и воздействие на мозги было сильнее и ничего в три дня все это рухнуло потому что гокочеписты гокочеписты были очень поношенными и старыми барабанными шкурами уже не способными ни на что и армию они применить не решились и главное не понимали кому применить эту армию они применили армию была ситуация редкая очень редкая двоевластия когда россия заявляет что она прости выходит из советского союза что остается жест ельцина он показал все было после что у них нет россии нет во первых во первых применили вооруженные силы